А вот подарку, который преподнесли к Рождеству киевские власти, столичные жители не обрадовались. Во многих домах отключили отопление и горячую воду. И это при том, что температура воздуха ночью опускается до 15 градусов мороза, а следующий похолодает до 20. Тамара Нерсисян о способах выживания. Своеобразный подарок под Рождество преподнесли жителям Киева коммунальные службы. 6 января отключили горячую воду и отопление сразу в 27 домах на западе города. Впрочем, многие киевляне этого отключения даже не заметили. Батареи в квартирах и без того были чуть теплыми. А в иных домах и вовсе работали только в отдельных комнатах. Здесь всегда такая, ну, чтобы не разморозилась, наверное, держит. Ходите попробуйте сами. Уже звонили, мы пару раз звонили, приходили. Что-то там они не предупредили, пошли сами поковырялись. Что-то забурлило. И опять такая же. Аналогичная ситуация в столице Украины и с горячей водой. Она, если и есть, то нужно подождать минут 10, пока нагреется. Да и назвать эту воду горячей сложно. Тепленько, тепленько, тепленько. Ну, это такая, что, ну, я держу руку, значит, она... Не горячая? Не-не-не, не горячая, не горячая, не. Спать киевлянам все чаще приходится в теплой одежде, укрываясь несколькими одеялами. Чтобы помыть посуду или искупаться, греют воду на плите. Ко всему прочему, периодически отключают свет, как правило, без всякого предупреждения. Это при том, что 31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин торжественно пообещал, что ничего подобного не будет. Тем временем по всей территории Украины ожидается существенное похолодание. Этой ночью в Киеве столбики термометров опустились до отметки минус 20. Днем будет не меньше 20 градусов мороза. В столице Украины уже выпал снег, на дорогах гололедится. Ситуацию может усугубить порывистый ветер, скорость которого, по данным гидрометцентра Украины, может достигнуть 25 метров в секунду. Тамара Невсесьян, Андрей Назаренко и Дмитрий Большаков. Вести из Киева.